Добрый вечер! Как обычно в конце месяца, альманах новости культуры в Магнитогорске. О самых главных событиях, произошедших в мире культуры и искусства за последние 30 дней. Сентябрь – традиционно месяц открытия сезонов. В нынешнем году он был богат на события. В начале выпуска – коротко о некоторых из них. Впервые в Магнитогорске выступил Государственный академический симфонический оркестр России. Российский кинематограф отметил свой профессиональный праздник. Далеко не все кинотеатры-магнитки сейчас переживают лучшие времена. На фестиваль авторской песни «Арский камень» съехались более 300 участников со всех уголков России. Уникальный концерт состоялся в Магнитогорске. На сцене драматического театра выступил Государственный академический симфонический оркестр. Почти 70 лет один из самых легендарных симфонических коллективов России радует своей музыкой мир. В нашем городе музыканты такого уровня последний раз играли около 20 лет назад. Государственный симфонический оркестр России знают во всем мире. Коллектив часто выезжает на гастроли за рубеж, много концертов дает и в Москве. В столице, говорят музыканты, абонементы раскуплены на год вперед. В Магнитогорске один из лучших симфонических коллективов страны впервые. «Это праздник. Я давно мечтал побывать на таком концерте». «Мне кажется, для Магнитогорска это большое событие». «Это везение». Прибыль от гастролей по городам российской глубинки невелика. Тем не менее, музыканты отмечают, на таких концертах коллектив играет с особым подъемом. Потому что в провинции очень тепло, очень искренне слушают, очень благодарные и внимательные слушатели. Поэтому выступать в провинции очень приятно. «Если приходят на концерты в провинциальных городах, так уж действительно люди, которым это надо. И которые это любят». Лера Ижокина занимается в музыкальной школе, осваивает гитару. И не беда, что в симфоническом оркестре играют на других струнных инструментах. «Я хотела послушать очень музыку». В составе Государственного симфонического более ста музыкантов. Со всей России. Право играть в оркестре артисты подтверждают регулярно. Проходят отборочный конкурс. Каждый год у коллектива новая программа. Для провинции ее не меняют. Считают, нельзя идти на поводу у неподготовленного слушателя. «Когда нам надо играть только какие-то произведения, которые, как вы правильно намекнули, мы слышим все время по телевизору. Попсу и так далее, низкого уровня и всякое прочее. Поэтому наряду с таким произведением, как вторая симфония Рахманова, мы решили включить и Шестаковича». Играть в зале драматического театра музыкантам было непросто. Театральная акустика специфична. Однако артисты сказали, приглашайте, приедем еще. Светлана Семеркина, Алексей Абажин. Вести. Магнитогорск. Как сказал Герман Гессе, Моцарт – это значит, что у мира есть смысл. Теперь у поклонников и любителей музыки великого композитора появилось свое общество. Оно открылось на днях в здании Магнитогорской государственной консерватории. Это уже второй в России подобный центр. Первое моцартовское общество, создано в 1991 году в Москве при содействии Святослава Рихтера. Возглавила московское общество народная артистка России, ведущая солистка оперного театра Немировича Данченко Галина Писаренко. И теперь она совместно с коллективом Магнитогорской консерватории продолжает дело, начатое известным музыкантом. Мы нашли, что эта идея очень красивая, очень плодотворная и почетная. Нам показалось, что в наше непростое время, когда и любовь, и вражда существуют очень рядом, музыка Моцарта может очень много дать людям. Как планируют организаторы, общество станет культурным центром не только в нашем городе, но и за его пределами. Подробнее о моцартовском обществе в Магнитогорске мы расскажем в нашей следующей программе. 27 августа отмечался День российского кино. Магнитогорский кинематограф практически ровесник города. В следующем году исполняется 75 лет, как на строительной площадке впервые появилась палатка с надписью «База кинопередвижек «Союз кино». Во времена советского киноискусства в городе было 6 театров, где показывали фильмы. Сейчас некогда процветающие и любимые зрителями кинотеатры поменяли профиль. Учитывая отсутствие на строительстве просветительских учреждений и совершенное отсутствие кинотеатров, считать необходимым строительство кинотеатра. Это выдержка из постановления Магнитогорского городского совета депутатов 1930 года. Следующее постановление от 28 июля 1931 года еще более категорично. Немедленно приступить к постройке звукового кино на 1500 посадочных мест. Открытие приурочить к годовщине Октябрьской революции. Мы в фойе первого звукового кинотеатра Магнитогорска. Когда Магнит строили, то даже рекорды устанавливали. Летописец зафиксировал, как осенью 1931 года на строительстве Магнита инструктор Зайцев за 3 часа 9 минут уложил вкладку 5420 штук кирпича, за что был награжден пиджаком с брюками, парой сапог и парой белья. Через год здесь уже выступал Арджиникидзе, а Магнит завоевал славу культурного центра. С 1953 года и в течение 15 лет у Фаины Кудяевой было право первой ночи. В качестве киномеханика Магнита она даже вперед спецкомиссии Горкома отсматривала все поступающие в кинопрокат ленты. Народу сюда мыслали. Билетов обычно не было. Все свидания, все было у Магнита. Его очень любили. Взять билет было очень трудно. Нынешние торжества, посвященные Дню кино, проводились в единственном полномасштабно действующем кинотеатре «Современник», у которого сегодня юбилей 35 лет. В свое время он тоже дышал наладом. И если бы не здоровая предпринимательская инициатива братьев-старковок, вкупе с желанием Натали Третьяковой сохранить кино, быть бы нам сегодня без важнейшего из искусств. Да, были предложения сделать из кинотеатра. Ресторан, спортзал, филармонию. Ну извините, только конюшни не предлагали нам сделать из кинотеатра. Но мы все-таки выстояли, мы сделали кинотеатр. Оставили кинотеатр. Нам 35 лет. Мы довольны. Это далеко не легкие деньги. Это не те сиюминутные прибыли, которые сейчас... Сейчас, наверное, уже никакой бизнес не дает сиюминутных денег. Это достаточно продолжительные капиталовложения, которые окупаются в течение 5, может быть, 7 лет. Это тот серьезный бизнес, который приходит не на один день, а в котором остается. Сегодня в кино сходить стоит от 30 до 120 рублей. Основу зрительской аудитории составляет молодежь от 13 до 30. Специалисты говорят, что о возрождении былого могущества городских кинотеатров можно не мечтать. Время прошло, бизнес слишком хлопотный, да и домашнее видео-конкурент мощный. В Магнитогорских театрах начался театральный сезон. Премьерой открыл его драматический театр имени Пушкина. Экспериментальный спектакль «Любовь к ближнему». В основе пьеса итальянского драматурга Дина Буцати «Окна» и «Любовь к ближнему» Леонида Андреева. Подобных постановок у нас в Магнитогорске еще не было. Здесь не одна, а две совершенно разные истории. А театр «Буратино» открыл сезон спектаклем «Новые проказы Карлсона». Это продолжение хорошо знакомой зрителям постановки «Привет, Карлсон». Любимые герои на этот раз предстанут в новом облике. Вот так выглядит новый Карлсон. В мир упитанный мужчина в расцвете сил вновь издевается над фрекенбок, ворует плюшки и танцует. Проказы Карлсона многому научат магнитогорскую детвору. Здесь сплошные шалости. Ну так бывает, когда остаются дети одни, они начинают шалить. Но в этих шалостях они учатся вот этому умению брать ответственность на себя за друзей, за взрослых, за свои поступки. Самая колоритная героиня спектакля «Фрекенбок» все так же ворчлива. Актриса Людмила Кривенко во многом переосмыслила эту роль. Властная домоуправительница в ее исполнении, мечтающая о любви женщины. Здесь же происходит так, что Карлсон и Малыш над ней издеваются. А мне, как актрисе, хотелось бы, чтобы зрители в зале, дети, они даже иногда бы осуждали Малыша за то, что вот, ну зачем же вот он издевается над такой бабушкой. В этом году в театре «Буратино» планируют поставить сразу несколько спектаклей для школьников. Это своеобразная помощь детям в освоении учебной программы. Помимо новых спектаклей, актеры театра «Буратино» восстанавливают уже хорошо знакомые зрителям постановки. Премьера «Морозко» на сцене театра состоялась еще в 2001 году. Осуществил ее тогда пермский режиссер, народный артист России Михаил Скомарохов. Кстати, он и написал сценарий «Морозко» по мотивам русской народной сказки. В репертуаре театра спектакля не было целый год. Сейчас восстанавливают декорации, актеры вспоминают свои роли. В отличие от известного кинофильма, в спектакле история немного сокращена. Настя не попадает в избук «Морозко» и не замерзает. Возможности у театра не такие, как в кино. Примечательно, что спектакль играют только зимой. Это задумка режиссера. Как бы у всех стереотип фильм, фильм «Морозко» и все. Здесь совсем другая история. И характеры-то другие немножко. Такие живые, он их так оживляет хорошо с Комарохов. Мы это помним. Мы пытаемся сейчас это все восстановить. Роль Павы играет ведущая актриса театра «Буратино» Татьяна Акулова. Артистка признается, эта роль для нее одна из любимых. За 22 года работы в театре были разные и драматические, и комические. Но больше всего нравится играть сказочные персонажи. Ты из чего выдумал? Где это видно, где это слыхано, чтобы в такую стужу вязать? Это как и пальцы отморозить. Характерные роли нравятся вообще актерам, мне кажется. Актрисам и актерам, но если он их понимает и чувствует. Потому что это ведь тоже бывает сложно. Если что-то не получается, это уже опасно. Когда вдруг тебе хочется, чтобы было смешно, а не получается. А дети, они же сразу это. Если им скучно, это же сразу понятно. Открытие сезона прошло и в центрах дополнительного образования детей. В Правобережном центре творчества проводился набор для занятий в кружках. Здесь обучаются дети от 6 до 18 лет по различным направлениям. Музыка, театр, изобразительное искусство, танцы, спорт. Ежегодно творческий центр посещает более 500 ребят. Самые активные и талантливые участвуют в различных фестивалях. Гордость центра – это победители региональных, всероссийских и даже международных конкурсов. Ребятишки приходят к нам, мальчишки, девчонки разного возраста, чтобы реализовать себя, найти что-то очень интересное для себя и затем продолжить свою деятельность и прожить с этим всю жизнь. Свои таланты есть и среди выпускников 53-го училища. Около 200 дипломных работ представлены в только что открывшейся галерее искусств. Все эти художественные творения созданы из бисера, ткани, сухоцветов, воска, бумаги и красок. В Магнитогорске это уже пятая галерея искусств. Организаторы и участники считают, что открытие выставки – это не просто веяние времени, а необходимость. Почаще бы такое было и побольше бы созывали бы народа, потому что людей очень много, которые хотели бы показать свои, но не имеют возможности. А в городской картинной галерее проходит юбилейная выставка. Она посвящена 15-летию кафедры декоративно-прикладного искусства Магнитогорского государственного университета. Организаторы утверждают, экспонаты красноречиво свидетельствуют о том, что в магнитке имеется своя особая творческая манера и колорит. На выставке представлено более 500 студенческих работ, что называется «На все случаи жизни». Здесь каждый найдет что-нибудь для себя – от роскошных предметов утвари, искусственных женских гарнитуров до оригинальных платьев для коктейлей. Молодых людей тоже не обошли вниманием. На экспозиции можно увидеть парадное оружие настоящего рыцаря. Каждый художник, наверное, столько тепла принес и столько душевных сил вложил в работу, это все чувствуется энергетически. Оригинальность, конечно, во всем. Везде разный стиль и своя красота. Экспозиция знакомит горожан с основными классическими видами декоративно-прикладного искусства – художественным текстилем, керамикой, росписью по дереву и бересте. Представлено именно ручное творчество, рукотворное творчество или рукомесло, как мы говорили раньше в народе. И, безусловно, наше современное декоративно-прикладное, оно все-таки построено на истоках народного творчества. Мы стараемся поддерживать какие-то традиционные корни народного творчества, и в этом может быть отличие в целом. 15 лет – это время, за которое одна из самых универсальных кафедр, творческая креда которой «Лирика. Душа. Ответственность» приобрела не только свои традиции, но и перспективы. Выпускники кафедры востребованы на заводы Златоуста, Южноуральска и других городов России. В ближайшее время сотрудники кафедры планируют открыть художественно-промышленное отделение и провести еще не одну выставку. Высокий уровень подготовки и у воспитанников детской художественной школы. Это уже не раз отмечалось на выставках и различных конкурсах. В нынешнем году школа успешно прошла государственную аттестацию. Почетными грамотами были награждены особо талантливые ученики. Кроме того, комиссия отметила высокий профессионализм преподавателей школы. Татьяна Сергеевна Шустикова работает в детской художественной школе с момента ее основания. В октябре будет отмечать 35-летний юбилей педагогической деятельности. Государственной аттестации художественная школа готовилась три года. Подготовка велась основательно, потому что мы должны были доказать, что являемся достойны быть государственным учреждением. Школа получила высшую категорию. Татьяна Сергеевна единственная, кто был отмечен почетной грамотой Министерства культуры Челябинской области. По мнению педагога, и после аттестации здесь трудится, как и прежде. Ничего не изменилось. Ну, в принципе, ничего. Я и так аттестована по высшей категории. Хотелось бы, конечно, если можно, чтобы зарплата при этом увеличилась, но как нам пообещали, только с января месяца. Сегодня в этих стенах учатся рисовать 550 детей. Юные художники-магнитки – это дипломанты областных, всероссийских и международных конкурсов. Катя Мельченко занимается в художественной школе уже 4 года. Больше всего любит рисовать цветы. Они яркие, красивые, у них много оттенков и формы очень разные. Цветы самых невероятных форм и оттенков можно было наблюдать на празднике цветов. Он прошел в селе Фершемпенуаз. Любовно выращенные чудеса природы на выставку принесли садоводы более чем из 10 сел Нагайбакского района. В гости приехали и соседи-цветоводы из Брединского района. Уральские степи разнообразием цветов не балуют. Подснежник ранней весной, кашка, да еще несколько видов. Тем ярче горят на выставке садовые. В этом году праздник цветов посвящен 60-летию Победы. В композициях и названиях букетов – военная тема. «Фронтовые подруги» – это о неприхотливых и стойких хризантемах. Алые цветы гладиолуса горят, как знамя Победы, решили творческие садоводы. Такая выставка проводится уже в 14-й раз. Ее постоянный организатор Раиса Сидорина убеждена, что цветы – самое прекрасное, что рождает наша земля. Там, где цветы, всегда любовь. И в этом нет сомнения. Цветы бывают ярче слов и лучше объяснения. Каменный цветок – один из символов уральской земли. Но эти поделки не Данила Мастер изготовил. Работы современных художников хранятся в музее «Дом камня». И на выставке они смотрятся гармонично. Каждый камень живой, он как человек. Камни обижаются. Если они даже ворованный камень приносят несчастье. Чудеса природы на выставку принесли ландшафтные дизайнеры более чем из 10 сел Нагайбакского района. Людмила Сорокина – садовод со стажем. Без цветов дом не представляет. 20 лет семья прожила на севере. Там люди в теплицах огурцы и помидоры выращивали, смеется Людмила Сергеевна. А у меня – гладиолусы. Наверное, флористика – это мое призвание. Вот мне от них даже, знаете, кажется, здоровья больше. Я вот всю зиму болею, там то, другое. Обычно, вот как уже, знаете, с возрастом весна начинается, у меня все болезни куда-то исчезают. Цветов в саду у Людмилы Сергеевны более 50 видов. Да у каждого вида еще по несколько сортов. Растут здесь и фрукты, овощи. Да непростые. В этом году Людмила Сергеевна впервые решила посадить экзотические для Урала фрукты. И ничего, что дыня маленькая, одну такую семья уже съела, говорят, вкусная была. А вот эта вот ягодка еще ждет своего часа. На выставку Людмила Сергеевна не пошла, поднялось давление. Полосатики, помидоры и другие огородные чудеса представляли дочь с внучкой. Съедобная часть выставки – одна из традиций. Многие чудо-овощи достойны занесения в Книгу рекордов Гиннеса. Что, кстати, и делается уже не первый год. Только достижения отмечают в своей особенной книге. Она так и называется – Нагайбакское Гиннес-шоу. Вы смотрите программу «Новости культуры» в Магнитогорске. Три дня под Белорецком проходил фестиваль авторской песни «Арский камень». Более 300 участников съехались со всех уголков России, чтобы послушать бардовские песни. Большой галоконцерт объединил молодых исполнителей и мэтров авторской песни. Количество участников было настолько велико, что многие размещались в палаточном городке возле турбазы. Кто-то приехал сюда, чтобы посмотреть на молодых исполнителей. Другие – заявить о себе. Большинство – послушать уже полюбившихся авторов исполнителей из Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Москвы. Александр Митрофанов на фестивале впервые. Приехал отдохнуть, если получится выступить. Вместе с ребятами из клуба бардовской песни участвовал в отборочном конкурсе. Стихи и музыку пишет сам. Когда я вижу наше небо, и небо смотрит на меня, В окно влетает теплый ветер, а в этом ветре ты и я. Мы сегодня слушали ребят, были такие, знаете, перспективные ребята. То есть хочется, чтобы они, конечно, росли и умели владеть русским языком. И выражали свои чувства точно, высоко, ярко, ну как угодно. Когда приезжает молодой исполнитель, ему, конечно, приятно пройти какие-то туры, заявить о себе, где-то самоутвердиться. А в результате все равно он рослеет, мудреет и приходит к тому, что общение – самое главное. Ради общения все и собрались. Песни под гитару у костра, беседы о вечном, о любви, звезды в ночном небе. Романтика объединила людей разных поколений. Молодежь еще только заявляла о себе, мэтры авторской песни с удовольствием демонстрировали мастерство. Этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо. Он был старше ее на 14 лет, она младше была на 14 зим. Почему ей достался тот лишний билет, и зачем она взглядом вдруг встретилась с ним? И вокруг мельтешат в основном человечки, и все меньше и меньше нормальных людей. Фестиваль авторской песни «Арский камень» уже давно называют младшим братом Большого Грушинского, который ежегодно проводится под Самарой. И хотя участников и поклонников у Арского не так много, фестиваль все же показал, что бардовская песня жива, и интерес к ней не угасает. Напомню, программа «Новости культуры» в Магнитогорске выходит один раз в месяц, каждая последняя пятница. Если вы хотите принять участие в нашей программе, звоните, пишите к нам и расскажите о своих талантах. На сегодня это все. Удачных выходных. До встречи на телеканале «Культура» 29 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова